Уважаемые коллеги, добрый день. Мы продолжаем нашу работу. Меня зовут Дмитрий Миндич, я исполнительный директор проекта ЭТП в России, Рейсинг-Владенство РАЭКС. И мы начинаем вторую, первую секцию после пленарной дискуссии нашей конференции, юбилейной десятой. Ждем Юлию Абаляеву. Я думаю, что она сейчас к нам присоединится. Тема нашей секции, нашей дискуссии, в общем, она вытекает из тех тем, которые обсуждались на пленарной панели. Мы бы хотели сейчас поговорить о том, как электронные торги и вообще сервисы ЭТП позволяют и помогают управлять рисками в непростой переходный период, который мы сейчас все переживаем. Я думаю, что мы сейчас затронем достаточно широкий круг вопросов. И, в общем, во многом эти вопросы, насколько я понимаю, перетекут во вторую секцию, которая будет после обеда. И я хотел бы предоставить слово... Вот Юлия Горина куда-то пропала. Тогда я бы хотел предоставить слово Диане Гравцовой, ЭТП ТЭК ТОРГ. Диана, пожалуйста. Коллеги, включите, пожалуйста, презентацию. Отлично. Добрый день всем. Рада приветствовать в этом зале. Меня зовут Горобцова Диана. Я являюсь руководителем направления по развитию маркетплейса на электронной торговой площадке ТЭК ТОРГ. Сегодня я хочу затронуть тему развития закупок в электронном магазине. Электронные магазины, созданные для проведения закупок по упрощенной схеме, появились порядка 10 лет назад в целях автоматизации и цифровизации закупок малого объема. Повышенный интерес к данной форме проведения закупок начал расти с 2020 года, с пандемийных времен, когда все работали на удаленке. В 2022 году, несмотря на то, что российская экономика столкнулась с целым рядом сложных вопросов, как мы знаем из-за сложной геополитической обстановки, несмотря на все это, коммерческая отрасль электронных торгов B2B, она показала свой рост. И рост числа закупок, которые можно проводить по упрощенной схеме, он продолжает расти. И это все благодаря политике государства, которая направлена на упрощение проведения закупочного процесса. Так, в 2022 году были проведены ряд мероприятий, среди которых сокращение числа закупок по 44-му закону, теперь их стало три. Также расширили основания и увеличили объем закупок у ЕД-поставщика. Плюс для заказчиков, которые работают по 223-му закону, им разрешили проводить закупки у МСП до 20 миллионов через электронные магазины. И плюс в электронных магазинах хлынули закупки, которые стали возможны после введения постановления номер 301. В связи с этим, подводя итог, хочется сказать, что рост закупок, который можно проводить в упрощенном виде, он с каждым годом растет. И мы считаем, что объем будет увеличиваться с каждым годом. В связи с этим, большое внимание уделяем своему электронному магазину. Для того, чтобы выявить основные потребности наших заказчиков, которые работают в электронном магазине, мы провели опрос среди них и выявили, что основной тренд у заказчиков, которые работают в электронных магазинах, это простота, удобство и возможность закупить в один клик. И это все неспроста, потому что маркетплейсы, они очень прочно вошли в нашу жизнь. Мы, как физлисты, уже привыкли все покупать на таких платформах, как Озон, Яндекс.Маркет, Валберис, где все просто, удобно и быстро. Поэтому уже при закупках B2B товаров, работы услуг, нам также хочется простоты, быстроты и удобства. То есть коммерция B2B, она идет за B2C, то есть то, что сейчас является стандартом для розничных покупателей, переходит в корпоративный сектор. Закупки быстро и просто, но в этом как раз скроется и проблема в электронных магазинах, федеральных электронно-торговых площадках. Как же закупать быстро? Ведь нет актуальных цен у поставщиков. В данный момент заказчики в основном используют ценовые запросы, когда они публикуют потребность, ожидают приема предложения от поставщиков, затем выбирают победителя и направляют ему заказ. Все это занимает значительное количество времени. И происходит это потому, что в госсфере в основном работают поставщики, которые являются перекупщиками. То есть у них нет товаров на своих складах. Для того, чтобы сформировать предложение, им необходимо сначала запросить цену у своих поставщиков, рассчитать логистику, сформировать предложение и только потом его поставить, направить заказчику. Все это занимает время. Для того, чтобы решить эту проблему, мы создали на электронно-торговой площадке TechTork в рамках электронного магазина функционал быстрого заказа, который позволяет нашим заказчикам закрывать свои потребности от обычной канцелярии до строительных материалов. Причем эта закупка происходит в один клик по аналогии с закупкой в том же Яндекс.Маркете, когда заказчик среди товаров, которые расположены на витрине, выбирает те, которые ему необходимы, формирует корзину и направляет заказ. По всем товарам цены являются актуальными. То есть это уже настоящие оферты, а логистика рассчитана, то есть заказчик сразу видит стоимость товара, логистику до своего пункта назначения. В течение 30 минут с момента направления данного заказа поставщики утверждают данный заказ, то есть закупка теперь занимает не несколько дней, а 30 минут, что значительно сокращает объем работы для закупщиков. Как же нам удалось это реализовать? Основной упор в данном функционале мы направили на привлечение крупных поставщиков, поставщиков комплексных, у которых уже есть товары на собственных складах, то есть они знают по ним цены, они знают сколько товаров, на каком складе у них находится. Вся эта информация аккумулируется в их единой системе CRM и направляется на нашу витрину и доступна уже для заказа для наших клиентов и для наших пользователей. Как я уже сказала, объем закупок по упрощенной схеме с каждым годом растет и мы считаем, что электронный магазин будет с каждым годом приобретать все большую популярность. И мы со своей стороны постараемся сделать из электронного магазина эффективный инструмент для проведения закупочных процедур для наших заказчиков. Спасибо. Коллеги, есть ли вопросы? Если нет, то я задам. Диана, скажите, пожалуйста, вы говорите, что спрос на такого рода сервис растет. Если говорить о 2022 году, какова динамика объемов торгов на вашем электронном магазине? Если мы говорим о количестве полученных заказов нашими поставщиками, то этот объем составляет более 50 миллиардов рублей. А динамика? К примеру, в 2021 году было 25. Понял, спасибо. То есть в нашем у нас рост составляет порядка, ну в два раза увеличился объем. Спасибо. Да, вот есть вопрос Сергей Дашков. Извините, прошлый раз забыл представиться, по-моему. Дашков Сергей, энергосервис. Скажите, пожалуйста, а каков барьер входа поставщика в этот магазин? То есть что требуется от поставщика, чтобы он туда попал? Стоит ли это сколько? Сколько-нибудь, если это есть. И как вы гарантируете заказчику то, что поставщик действительно, ну если это там предоплата, а там скорее всего предоплата, даст товар взамен на деньги? Скажу сразу, там нет предоплаты. Оплата так же, как и по, допустим, ценовому запросу, она идет после получения товара. И плюс есть возможность заключения договора в электронной форме. Как идет отбор поставщиков? Есть ли пост оплата, как идет отбор покупателей? Отбор покупателей? Это 2, 2, 3, 4, 4? Да. И коммерческие наши заказчики проверенные, которые уже работают в электронном магазине. Кстати, коллеги, никто не знает, какой сейчас барьер входа поставщикам в систему Озон. Вот года три назад, когда я пытался там торговать своими книгами, у меня получался ценник плюс 200%. То есть то, что у меня стоило, условно говоря, 100 рублей, покупателю Озона обошлось бы в 300. Правильно? Да, плюс 200%. Как, есть кто-нибудь, кто с этим работает? Как сейчас? Нет, ну ладно. Да, сколько? И все. Это только регистрация, да. А по товару? Вот еще процент за реализацию. Ну, гуманно, гуманно. Спасибо. 4,5 в электронном магазине Текторка, это, к примеру, 1%. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо за вопросы, за ответ. Я бы хотел предоставить слово Юлии Игоревне Аболяевой, замгендиректора СБИРА, темы выступления, темы энергии и точки роста клиента. Пожалуйста. Здравствуйте. Очень рада всех видеть. И опять-таки спасибо сообществу за возможность пообщаться. И в некотором смысле моя презентация сейчас появится на этих экранах. Я бы хотела поговорить о том, что нас, конечно, беспокоит, как именно заказчик решает свои проблемы, связанные с IT-инфраструктурой и связанные с тем, как именно он работает со своими поставщиками. И я не могу начать свое выступление без того, что меня беспокоит, потому что очень много информации было, с которой я согласна, не согласна. Например, регистрация поставщика. Давайте сделаем регистрацию поставщика еще более упрощенной. Ну вот, например, на нашем маркетплейсе Сбербитуби у нас вообще нет никакой регистрации. То есть вообще. И если у компании есть Сбербизнес-айди, то есть если она имеет этот Сбербизнес-айди, у нее есть счет в Сбербанке, то с помощью этого ID она может просто войти в нашу систему маркетплейса. И в том числе там… А можно все-таки презентацию? Я тоже тут волноваться начала. И в режиме желтых страниц что-то про себя рассказать совершенно бесплатно или в режиме ответа на какой-то запрос или, собственно, заключить эту сделку. Все это возможно. Так что вот, в принципе, в части регистрации, мне кажется, с помощью единых систем ЕРУЗа, с помощью отдельных реестров аккредитованных поставщиков, о котором в том числе, мне кажется, будет говорить Матвиенко, потому что предложение давайте нам аккредитованных проверенных поставщиков. Мы с ними прямо будем заключать сейчас договора без закупок. Пожалуйста, это собственные электронные площадки, этот сервис предоставляют, это все тоже есть. И кроме этого, тоже не совсем соглашусь с тем, что государство не стимулирует рынок к каким-то действиям, что мы сами по себе вот такие прекрасные, всегда будем экономить на закупках, делать все правильно. Давайте приведу пример совершенно не из нашей сферы. В режиме СВО у нас сейчас все будут образованными. Как мы понимаем, у нас огромное количество заявок в образовательные учреждения. Мы все становимся учеными, учимся. Я вот скоро думаю, что в нашей сфере очень мало было аспирантов и кандидатов наук, но вот надеюсь, что будет больше. То есть в некотором смысле что-то подталкивает. В том числе, как бы это было не странно, но вот в рамках импортозамещения сначала мы делаем какой-то спрос и предложение в системе Минпромторга, а потом делаем нормативную базу. И это с нами не работает. То есть сначала мы делаем какую-то нормативную базу, указания, и потом мы все с вами как единый механизм работаем. Потому что на самом деле мы научились работать. Мы совершенно вообще прекрасно отработали. И в период пандемии, и в период сейчас текущей ситуации. Наша инфраструктура, институты, в которые включаются и единая информационная система, и площадки, и учетные системы заказчиков, все это совокупно, оно на самом деле очень хорошо работает. Вот поэтому у меня вопрос, какие еще могут быть эти точки роста. Что мы, собственно, хотели бы от наших заказчиков, от наших уважаемых организаторов, это, собственно, новые идеи. Сейчас, на данный момент, вот в глобальном смысле, ой, все уже куда-то дальше пошло. Вот, значит, в глобальном смысле у нас делятся для клиента сервисы это закупки и продажи. Можно обратно на результацию, пожалуйста. Да? Вот, значит, закупки и продажи. То есть в некотором смысле, когда мы приходим к клиенту, мы понимаем, что во многих сферах деятельности мы могли бы посотрудничать. Вот, и здесь я, кстати, соглашусь, что действительно не всегда площадки одни и те же, например, для закупок основных, для закупок для СМСП, для закупок у единственного поставщика и малых, малые закупки. То есть на самом деле корпоративные заказчики выбирают себе партнеров электронную площадку, потому что это на самом деле очень-очень эффективный институт, который просто помогает двигаться компании к реализации каких-то амбициозных целей. Мы приходим в закупки, мы приходим в реализацию имущества, мы говорим, у вас есть, например, какая-нибудь дебюторская задолженность? Давайте. А есть у вас какие-то неликвиды? Тоже мы. То есть в некотором смысле мы приходим к клиенту с разных точек. Мы, собственно, что для рынка? Для рынка мы теперь имеем амбициозные цели. Вот неспроста у нас сегодня с нами наш IT-директор, компания Звербанка СТ. Мы для рынка. Теперь какая амбиция? Мы сейчас сами платформа А, и мы на ней реализовываем любые бизнес-процессы, которые клиенту надо. Может быть, они около закупок и продаж импортозамещения или взаимодействия с контрагентами. Так как мы и УЦИ, и оператор электронного документа оборота. То есть на самом деле мы вот в этом рынке расширяемся. Естественно, у нас есть еще дочернее предприятие. Это АСТ ГОС. Ну, сейчас об этом я, наверное, не буду говорить. И мой любимый проект Marketplace B2B, красивенький и прекрасный, без какой-либо регистрации, сейчас имеет конкуренцию в моем сердце с нашим аналитическим порталом, который тоже великолепно выглядит. И я вам даже покажу маленький мультик про него. Так, когда мы приходим к клиенту, естественно, клиент смотрит, о, это Сбербанк пришел, а давай-ка нам какую-нибудь, соответственно, штуку такую финансовую. Вот, и это тоже у нас новый вызов, потому что мы делаем гарантированные расчеты. Как вы знаете, в сегменте B2C это уже обычная история, что платежи делаются как гарантированные. А вот в B2B это на самом деле вызов был, и мы, соответственно, сделали вот такой пилот. Ну, дальше об этом я скажу немножко позже, да, следующий слайд. Ой, или я, тынс. Вот, значит, также про тему нашей сегодняшней встречи. Все-таки у нас, ну, соглашусь с коллегами, очень сильно вырос рынок малых закупок, и он стал не только рынком малых закупок, но еще и площадкой для просто коммерческих заказчиков. Соответственно, у нас сумма размещения по госзаказу по 44 вырос, но совершенно нет никакой информации про крупнейших заказчиков. И я не знаю, как дальше, как бы, проходить будет рейтинг при всем уважении, да, без сотрудничества с площадками, потому что реальной информации нет. Она закрыта. И закрывалась она уже, в принципе, и в прошлом году, и в этом году уже это основательно случится, с 1 апреля. Какие еще показатели? Здесь видно, что СМСП тоже немного уменьшилось, да, и по суммам размещения, но это также может означать, что в какую-то закрытую зону заказчики, соответственно, вывели свою закупку. Исходя из всего этого ландшафта, конечно, без электронных средств уже заказчики не могут, не представляют возможности общения, да. И когда мы говорим о том, что кооптивные площадки как-то создаются, да, они используют данные для того, чтобы подсвечивать референсные какие-то там цены, сейчас на данный момент, конечно, отобранные операторы имеют больший пул информации, ну, как бы хорошо-плохо, это уже другой вопрос. И вот эту закрытую информацию, да, очевидно, что мы будем использовать, подсвечивать сервисами своими для наших клиентов. По реализации имущества. Сегодня, к сожалению, нет нашего спикера по этому блоку, но здесь я что хочу сказать. Мы также, как и в закупках, переходим некую границу. И несколько раз называлось, да, что вы оператор как оператор, или вы оператор как организатор, да, то есть в некотором смысле оператор электронной площадки завоевывает сердце у своего клиента путем предоставления или консалтинга вокруг этого, или самостоятельно берет на себя функционал, собственно, того самого организатора, или информационного, да, по поводу размещения какой-то информации, или прям полноценно с поиском, в данном случае, покупателей. Грандиозный рост, собственно, мы здесь не видим никакого падения. И в прошлом году, собственно, это было. Не знаю, как, собственно, будет в этом году, да, но, соответственно, вот такие цифры здесь, они, в принципе, видны. И, кроме всего прочего, мы остаемся лидерами по финансовым сервисам, тоже есть определенные амбиции в этой части, и призываю вас всех к тому, чтобы пользоваться тем, что мы их создаем. Может быть, получать мы будем больше обратной связи, как именно работает наше кредитование, рассрочка, как, собственно, гарантированные расчеты. Там, где это возможно, это, естественно, Marketplace Sber B2B. И в том числе решения по эскроу, которые были вот в период санкций как раз очень востребованы. Работаем над тем, чтобы наш консалтинг был более востребованный. Как вы видите, вся площадка в кнопках, значит, мы вам поможем, поможем. Это бывает и платно, и бесплатно, поэтому здесь вот такая небольшая в большей степени реклама. А теперь маленький ролик про наш аналитический портал. И это прям моя любовь теперь. Я теперь всех вижу. Я могу оценивать, собственно, регионы. И когда приезжаю в какой-то регион, который, собственно, очень хорошо знает про себя всю информацию, а я теперь говорю, а я знаю про ваших соседей. Вот я вижу, какая, соответственно, динамика у них, какая у вас. С помощью вот таких дашбортов, то есть вся информация у нас загружена в единое хранилище. И, собственно, это хранилище имеет определенные виджеты. Эти виджеты использует наш аналитический портал. И с помощью дашбордов авторских они все, на самом деле, принадлежат, естественно, нашим клиентам. Потому что мы с клиентом вместе осуществляем, собственно, дизайн этого отчета. Вот где, в каком углу нужно видеть что-то. Здесь вы видите исполнение национального проекта по Пермскому краю, например. Вот таким образом, собственно, пользователь в лице какого-то руководителя может войти и посмотреть, собственно, на все объекты, в том числе на объекты, которые строятся, на карте. Например, вот таким образом. Мы сегодня говорили о том, что нужно смотреть на исполнение всех договоров. Поэтому для клиентов по 223-му федеральному закону и коммерческим клиентам мы, собственно, собираем всю эту информацию. В случае, если электронный документооборот подключен ко всем контрагентам, это, собственно, тоже элемент взаимодействия. Когда мы заключаем договор, заказчик заключает договор с поставщиком, он может прописать, что все взаимодействие электронное, что нужно пользоваться электронным документооборотом, и в этом случае вся информация, соответственно, попадает в наше хранилище, а мы имеем возможность, собственно, все это таким образом демонстрировать нашему заказчику. Я призываю вас к тому, чтобы нас критиковать, нас любить, относиться к нам как к живому институту, который будет постоянно учиться у вас, у нашего рынка, у наших конкурентов. Спасибо за внимание. Спасибо огромное. Надо сказать, что вы очень сильно продвинулись в развитии вашего аналитического портала. Выглядит замечательно. Я хотел предоставить слово Павлу Слободеньку, Международный аэропорт Внуково. Павел достаточно ярко выступил с места во время пленарной дискуссии. В общем, я так понимаю, что рисков хватает в работе аэропортов российских сейчас. Хотелось бы узнать, как они этими рисками управляют. Уважаемые коллеги, добрый день еще раз. Мне бы хотелось рассказать в рамках сегодняшнего мероприятия о том проекте, который мы недавно начали, и я надеюсь, что он будет у нас успешно завершен в рамках и будет дальше развиваться в рамках Международной ассоциации аэропортов под ее эгидой, куда входит значительное количество аэропортов Российской Федерации. Это своего рода в тренде, который ранее Красева Татьяна озвучила, относительно самоорганизации для улучшения бизнес-среды, закупок, ну и прочих инноваций, которые мы можем развить, сами себе доработать, предложить с помощью, конечно же, электронных торговых площадок. Сам, собственно, проект, можно сказать, что начался с того, что мы директорами по закупок, коллегами довольно плодотворно общались в рамках подобных мероприятий. Далее это все обсуждалось уже на наших совместных встречах, когда мы обсуждали и то, каким образом мы строим свою работу, какие-то сильные, слабые стороны, проблемы, то, что мы могли бы сделать. Поэтому, в принципе, появилось общее понимание относительно работы каждого аэропорта, относительно его похожих элементов в управлении. Очень много того, что проводится совершенно разными способами. И дело здесь заключается и в организационной структуре, и в том, что кто-то самостоятельный, кто-то входит в группу. Вот. Точно так же обсуждали и понимали все те трудности, с которыми мы сталкиваемся при проведении закупок, ограничения, недостаток информации, проблемы с товарами, проблемы с поставщиками. Вот. То, что довольно трудно найти зачастую то, что ты действительно ищешь, либо это сталкивается с большим количеством ограничений. Вот. Точно так же было понимание того, что при объединении усилий, при объединении информационной базы, либо унификации документов, собственно, отраслевые, так скажем, закупки, и можно вывести совершенно на другой уровень, можно проводить и совместные закупки, и добиться существенного уровня синергии при объединении наших усилий. Ну и точно так же, наверное, отдельное влияние оказало это, так скажем, некие ограничения, которые связаны с тем функционалом, которые могли бы предоставить потенциальные электронные торговые площадки. И довольно сложные коммуникации, потому что даже если имеются какие-то предложения, желание что-то улучшить, наверное, со стороны площадки, это не всегда выглядит эффективно с точки зрения вложений, развития. Вот. И получается, что в одиночку довольно сложно справиться с, в принципе, потенциально вроде вопросом, который должен быть решен, привести к положительному эффекту, но внимания на это обращается довольно мало или слабо. Вот. Поэтому то, что нельзя реализовать или использовать в одиночку, договорились до того, что это наверняка можно использовать и добиться, работая всем вместе. Поэтому в какой-то момент времени появилась идея о создании отраслевой закупочной площадки для проведения закупок всех аэропортов, для получения информации, для координации работы и между собой, и с поставщиками. Конечно же, основная цель этой площадки это создание на базе ЭТП, какого-то базового ЭТП, наиболее удобного инструмента для организации и проведения закупок. В том числе учесть опыт всех аэропортов при работе на различных площадках, потому что мы работаем не на одной, на двух, некоторые на трех размещаются. На площадках, как правило, реализованы где-то похожие, где-то разные инструменты для проведения закупок. Поэтому, в принципе, при объединении вот этого наработанного опыта в рамках многих площадок можно было бы добиться гораздо более удобного и эффективного инструмента. Также немаловажно это использование так называемой базы знаний, потому что мы, как заказчики, работая с разными поставщиками, имеем как положительный, так и отрицательный опыт. Его при текущей организации либо разрозненном, так скажем, вернее, отсутствии взаимодействия довольно сложно получить или приходится обзванивать, рассматривать различные ресурсы, и на это требуется время и очень много дополнительных усилий. Кроме этого, планируется организовать более упрощенную коммуникацию посредством площадки как с поставщиками, так и между самими аэропортами. Другой, тоже немаловажной, конечно же, частью основного этого процесса, это упрощение доступа поставщикам к информации относительно закупок аэропортов, чтобы не было ситуаций, когда поставщики потенциальные, которых мы ждем, которых мы, может, даже не знаем, но выпускающие ту или иную продукцию, оказывающие услуги, элементарно просто знали о том, что будет проводиться, когда будет проводиться, в каких объемах. И в этом плане эта площадка либо эта база должна быть таким агрегатором агрегатором информации относительно закупок, как для поставщиков, в большей степени даже для поставщиков, для планирования своей работы и участия в тех или иных закупочных процедурах. Кроме этого, появляются другие возможности для проведения совместных закупок, унификации, требований к продукции. И здесь в большей степени мы говорим не о том общем рынке товаров, который, в принципе, присутствует и может быть использован для больших, вернее, для большинства компаний, которые мы все покупаем, но именно сложности заключаются в специфической продукции, в спецоборудовании или в каких-то специальных услугах, которые пользуются в основном предприятия отрасли. Кроме этого, имея такую большую и обширную базу знаний относительно и закупок, и требований, в этом плане можно было бы стандартизировать либо выходить с какими-то предложениями на государственные структуры. Это то, что, в принципе, продемонстрировал прошлый год, когда велась активная работа с Минпромторгом относительно именно импортозамещения каких-то специальных видов техники и оборудования. Ну и, конечно же, это увеличение качественных закупок, повышение качественной конкуренции. То есть, в этом плане их, наверное, не нужно много, как вот на площадках указывают обычно. у нас там 500 тысяч поставщиков, там, такие-то объемы торгов. Реально, их нужно, ну, какое-то определенное количество, там, я не знаю, в пределах пяти, но они должны быть проверены, мы должны быть в них уверены, мы должны понимать, что это действительно равная конкуренция без демпинга, вот, которая приведет в итоге к приобретению либо качественного товара, либо услуги. Сама по себе площадка предполагает наличие определенной структуры. В этой части мы планируем выделить следующее. Это раздел аэропортов заказчика, где должна быть размещена максимально полная информация об аэропорте, о контактных лицах, о правилах проведения закупки, те же самые стандарты, положения закупки, какие-то технические требования, различная документация, которая в любой момент времени при подготовке к закупке могла бы помочь поставщикам сориентироваться и лучше подготовиться к той или иной процедуре. Точно так же это наличие в этом разделе годового плана закупок как одного аэропорта индивидуального, так и по аэропортам в целом, что опять же также сыграло бы на руку поставщикам в части планирования своей работы, загрузки производства, распределения усилий, чтобы можно было все это спланировать на минимум год вперед и планомерно подходить к каждой процедуре. Точно так же это уже в большей степени для нас это раздел поставщиков, в котором также была бы представлена информация о поставщиках отрасли, общая информация, каталоги, спецификации, какие-то презентации, которые они могли бы там разместить. Также большую роль сейчас по крайней мере для нашего аэропорта играет сам по себе рейтинг поставщика в части его исполнения тех или иных условий контракта. То есть например мы в своих закупках уже частенько применяем рейтинг и оцениваем победителя не только по цене, но и в части рейтинга, который ему выставляют наши заказывающие подразделения по результатам работы на предыдущих контрактах либо текущего контракта. Точно также предполагается наличие каталога ТМЦ или услуг здесь в разрезе либо категорий товаров, либо поставщиков, когда можно с одинаковой легкостью при необходимости через товар понять, кто его поставляет и какая история этих поставок, либо через поставщика той номенклатуре, которую он предлагает. Собственно, следующий раздел это то, что предлагают все электронные торговые площадки, это весь цикл закупочной процедуры, конечно же, с элементами доработок и продажа неликвидов. Тоже довольно интересный раздел. Мы уже несколько лет как дирекция по закупкам ведем продажи неликвидов и несколько десятков миллионов удается по крайней мере выручить от продажи того, что, собственно, наверное, никто и не предполагал могло бы как-то помочь организации в дальнейшем. Что касается так скажем преимуществ для электронной торговой площадки или аэропорта от реализации этого проекта. Здесь можно сказать, что если на две части смотреть, то здесь аэропорт в этом случае выступает как инициатор того, что нужно, что необходимо, в то время как площадка зачастую предполагает, что может потребоваться рынка, начинает реализовывать некий продукт, разрабатывает его, предлагает на рынок уже в готовом виде, потратив при этом множество усилий, но в результате продукт почему-то не пользуется спросом. В данном случае здесь вот такие ситуации наверное исключены, потому что здесь мы сами приходим и говорим сделайте нам это, 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 потому что это востребовано десятками аэропортов. Вот. Тоже для нас это сложность в том, что, конечно же, мы понимаем, что нам нужно, но не всегда понимаем, как это сделать, как это можно реализовать, но имея такой, скажем, целевой запрос, уже площадка имеет опыт реализации, возможно, подобных инструментов в рамках других компаний, других секций, которые можно было бы использовать здесь. Ну и большим преимуществом это, конечно же, больше информация о поставщиках товаров, больше информации у поставщиков о потребностях заказчика и не одного заказчика, а значительной группы заказчиков. Также организация аккредитованных поставщиков, поставщиков с рейтингом качества и новый уровень взаимодействия как между аэропортами, так и между поставщиками аэропортами. Соответственно, для площадки наверняка, опять же, было бы интересно привлечение группы аэропортов предварительно, можно так экспертно, объем закупок оценивается в пределах 70-100 миллиардов рублей в год. Это десяток и больше тысяч процедур, которые наверняка были бы интересны и существенно расширили бы объем работы площадки. Соответственно, это какая-то другая составляющая коммерческая. Это привлечение на площадку под аэропорты действительно дополнительного количества поставщиков и специальных поставщиков, с которыми мы сейчас работаем, соответственно, увеличение оборотов. и это целевая или адресная аудитория отрасли, где могут те же самые поставщики не просто в сеть распространять свою информацию, а здесь точечная информация относительно тех или иных продуктов, которые в обязательном порядке достигнут своей целевой аудитории. Ну и наверняка еще и прочие коммерческие возможности, о которых мы сейчас даже и не подразумеваем и не представляем. Конечно же, есть сложности. Сложности как для нас и нашей организации по работе или развитию этого направления, так и для электронных торговых площадок. Во-первых, у всех аэропортов сейчас налажена определенное взаимоотношение с той или иной площадкой, определенный уровень интеграции, проведены какие-то доработки, которые существенно упрощают работу на площадке и не являются наверняка стандартными. Где-то какому-то аэропорту необходимо наличие нескольких площадок для нивелирования тех или иных сложностей или потенциальных проблем. Ну и точно так же имеются риски со стороны аэропортов по переходу на другую площадку, отсутствие опыта работы с площадки и непонимание насколько это будет правильно и эффективно работать. Тем не менее расчет на то, что вот эта среда позволит более эффективно проводить управлять закупками она все-таки присутствует у всех. Со стороны площадки конечно это определенные финансовые риски по доработке системы, потому что все заказчики находятся на определенном уровне интеграции с текущими площадками и в какой-то части готовы отказаться от некоторого функционала ради этой идеи, в какой-то части не готовы. Поэтому здесь наверняка придется делать некий объем доработок для того, чтобы обеспечить минимально приемлемый уровень наличия и доступности текущих инструментов. Ну и собственно сам по себе процесс он может быть несколько затянут, потому что площадки будут рассматривать новый продукт и интеграцию. Павел, извините, пожалуйста, у меня поторопитесь. Один слайд остался. Здесь текущая ситуация это то, что данный проект он был согласован большой группой аэропортов. Мы провели так скажем маркетинг, направили предложение участвовать в проектах в топ-10 российских электронных торговых площадок. От семи площадок получили подтверждение и так скажем активно сейчас координируем по подготовке документации и развитию проекта с пятью площадками. Дальше мы ожидаем подготовку технического задания, более детального со стороны электронных торговых площадок, рассмотрение со своей стороны, доработку и уже далее рассмотрение той площадки, которая в дальнейшем будет реализовывать этот проект. Ну и дальше по плану это выбор ЭТП, реализация и так скажем массовый переход аэропортов на отраслевую площадку закупок аэропортов. Спасибо за внимание. Спасибо огромное. Коллеги, есть ли вопросы? Тогда я хотел передать слово Анастасии Сергеевне Жмурко, генеральной директору ЭТП Торги 223. Пожалуйста, Анастасия. Да, еще раз здравствуйте. Очень приятно быть ежегодным мероприятием. Спасибо большое, РАИКС. У нас есть возможность всегда обсудить все проблемные вопросы. Я сегодня с темой новых возможностей фармзакупок для наших государственных аптечных сетей. Но хотелось бы для начала сказать следующее, что что бы ни происходило в мире, мы должны с вами понимать, что к сожалению люди продолжают болеть. И для нас с вами действительно важно насколько на сегодняшний день бесперебойные подставки в аптечные пункты. Но начну я с приятной для нас новой информации. В апреле 2022 года мы стали резидентами Сколково. Вошли мы стали участниками Сколково как российская разработка уникальная и являемся участниками с продуктом автоматизированной электронной торговой площадки с рекомендательной прогнозной аналитикой на основе искусственного интеллекта и конструктором торгов для контрагентов. Конструктор мы используем успешно последние два года. Он действительно хорошо себя зарекомендовал. Для многих наших заказчиков мы оперативно собираем абсолютно любой способ закупки, который учитывает и особенности положения, и отраслевую специфику, и договорные отношения. И мы продолжаем совершенствовать данные механизмы. В декабре буквально не так давно, несколько месяцев назад мы победили в конкурсе коммерциализации цифровые технологии с нашим основным проектом фарма. Об этом проекте я рассказывала на одном из мероприятий, в том числе РАЭКС. Этот проект, этот модуль позволяет медицинским организациям и аптечным сетям закупать в автоматизированном удобном режиме лекарственные средства с оперативной поставкой до торговых точек. В этом году, в 2023 году, мы совместно с фондом инвестиций проинвестируем в проект порядка 30 миллионов рублей. Наша основная задача это модернизация фармзакупок в частном, я бы даже сказала, секторе для того, чтобы подключались к проекту и коммерческие аптечные сети. Какова на самом деле роль электронной торговой площадки для фарм отрасли. Мы занимаемся этим уже порядка 10 лет. С 2012 года мы стали внедрять этот модуль в государственные аптечные сети. В том числе эти аптечные сети подпадают под регулируемые закупки. Поэтому нам удалось создать полномасштабную модель закупок с высокой частотой заказа с учетом всех требований 223 федерального закона. В том числе мы предлагаем инструмент автоматизации для работы поставщиков. Если мы отмотаем на несколько лет назад, мы увидим, что, как правило, участниками в таких процедурах являлись поставщики крупнейших фарм-дистрибьюторов, которые имеют региональные подразделения. В количестве поставщиков это было порядка 5, максимум 10 участников, то на сегодняшний день в ряде регионов количество таких поставщиков достигает 60-80 участников. Причем стоит особо отметить, что ранее были технические барьеры, поскольку это технологически сложный процесс ежедневных закупок, то малый бизнес, к сожалению, не имел возможности для того, чтобы сделать определенные технологические настройки и попасть в пул поставщиков и участвовать в таких закупках. И отдельно отмечу, что за счет предложений сервисов электронной торговой площадки вход стал гораздо проще и самое главное, что участники субъекта малого предпринимательства могут достигать до 70% от общего полупоставщиков. Какие сервисы в 2022 году и в этом году мы продолжаем развивать? важный элемент это связка каталогов сервис, который мы продолжаем активно модернизировать. И здесь нужно понимать, что если раньше технически были ограничения по сопоставлению каталога собственноручно созданного заказчиком или если он использовал какую-то отдельную внешнюю систему, то сложно было сопоставлять эти каталоги с прайсами поставщиков. Сейчас это стало с помощью электронной торговой площадки гораздо проще. В том числе используются такие элементы как GTIN, это цифровой код, который учитывается в логистических цепочках. Также у нас используются и гибридные модели, позволяющие делать подборку по наименованию. Тем самым это повышает количество расторгованного товара и доставки этого товара до аптечных пунктов. Также мы провели большую масштабную работу по оптимизации процессов для того, чтобы вот эти объемные большие номенклатурные позиции, которые появляются в заказах оптичных сетей, где, например, в день может расторговаться до нескольких тысяч позиций и при этом участвовать сотни и тысячи торговых точек. Сейчас процесс стал гораздо проще. Процедура происходит несколько этапов и при этом распределение товара происходит максимально короткие сроки. Также мы постоянно дорабатываем критерии распределения заказа, что тоже немаловажно. Как правило, ранее использовалось порядка четырех-пяти критериев. Сейчас многокритериальность достигает до 20 параметров, которые мы можем внедрять. Это все позволяет максимальное количество товара, которое есть на складах и на остатках у поставщиков, распределять по оптичным пунктам и в последующем доставлять. Ну и самое главное, наверное, это отдельный модуль статистики, это построение различных видов отчетов. Он у нас также создан как отдельный конструктор. Параметры абсолютно разные, то есть это и возможность просмотра динамики центом на тот или иной ассортимент в разрезе регионов. Это возможность отслеживания вымывания, например, препарата. И это могут быть десятки различных других параметров, которые добавляются с учетом требований того или иного заказчика. Ну и самое главное, здесь нужно понимать, что если такие торги, как правило, начинаются с определенных ассортиментных групп, это лекарственные средства, это медицинские изделия, это БАДы, то сейчас номенклатура значительно расширяется за счет того, что действительно есть очень хорошая положительная динамика при проведении таких торгов. По году это может экономия в том числе составляет несколько десятков миллионов рублей и на сегодняшний день номенклатура расширяется до ортопедии уже начала использоваться, оптика и в будущем соответственно любые номенклатурные позиции могут добавляться при появлении необходимости в том числе у заказчиков. спасибо. Спасибо огромное. Комментарии? Вопросы? Нет? Тогда я хотел передать слово Андрею Бойко в B2B-центр. И, пожалуйста. Спасибо. Ох, я сам себя слышу. Так, давайте мы с вами продолжим. На самом деле я также хотел поговорить как и Диана про малые закупки в рамках корпоративных интернет-магазинов. На самом деле малые закупки это хорошо, но кого-то сначала нужно впустить в этот корпоративный интернет-магазин и мы все-таки пошли немножко другим путем. Мы не стали делать открытый магазин. Открытый магазин это, наверное, классно и здорово, что все, наверное, там могут купить, все могут найти то, что нужно. Но, как правило, у открытых магазинов всегда есть проблема курица или яйцо. То есть, что там должно сначала появиться спрос или предложение. И вот поставщики туда не идут, потому что там нет спроса. Заказчики туда не идут, потому что там нет предложения. Мы пошли другим путем. Мы сделали корпоративный магазин именно со слов корпоративный. Он закрытый только для своих, у которых идет обычная покупка. Это заключение контрактов с поставщиками на длительный период и работа уже по специальным ценам, прайсам и прочим вещам. Сейчас про это поговорим. Но прежде чем... Все мы, наверное, понимаем, что корпоративный магазин это, наверное, здорово. Мы, на самом деле, как площадка его сделали, подумали, что так будет круче, лучше и эффективнее. На самом деле, рынок показал, что это действительно так. Публичный магазин, наверное, здорово. Про них все говорят, но никто на них не закупается. Вот. Соответственно, корпоративный магазин это каталоги товара только от аккредитованных поставщиков с привязками к моему корпоративному справочнику и больше никому. Это индивидуальные цены, скидки, условия поставки, это быстрая покупка и отсутствие каких-либо тендерных процедур, ну и легкая интеграция с корпоративными IT-системами. Но, как бы, с поставщиками всегда есть, как это, риски и опасения бизнеса, это снижение количества поставщиков, нарушение логистических цепочек, недобросовестные контрагенты, срывы. Все, мы всегда этим боимся. Соответственно, классно и здорово, поэтому нужно в корпоративный магазин пустить только тех, кого нужно. Поэтому, особенно это показал прошлый год, позапрошлый год, года пандемии, что с поставщиками нужно работать, нужно нарабатывать правильный, качественный, эффективный портфель поставщиков. Ну и, соответственно, мы в рамках, наверное, платформы, как раз говорится о том, что когда поставщиков много, это, наверное, здорово, вот там 500-600 тысяч поставщиков, это здорово, но лучше, чтобы их было 5. Наверное, да, поэтому на площадке, где много поставщиков, можно выбрать тех самых 5, может быть, поставщиков, а может быть 500, а может быть 5000 поставщиков, которые будут эффективны именно для вас. Но, соответственно, нужно сформировать сбалансированный портфель поставщиков, соответственно, площадка это может помочь сделать, чтобы было обязательно наличие дублеров в стратегически важных категориях, точно так же над этим нужно работать. Выстраивание именно долгосрочных отношений с эффективными поставщиками, Простите, 2, 2, 3, 44, вам это не грозит. Коммерческие компании, наоборот, не хотят конкуренции 100 безграмотных и 3-х грамотных. Они выбирают себе только грамотных и работают только с ними. Потому что все остальное совершенно бесполезные мусорные поставщики, которые, но если они в вашей тематике, как, допустим, Банк Открытия говорил, если мы знаем 4-х производителей карт, куда нам больше? Ну, как бы их новых не появится, они не родятся на рынке. Соответственно, работаем только с ними. Поэтому нужно выстраивать долгосрочные взаимоотношения. Также здесь поддержу Сергея Дашкова, который говорит, а может быть, влезть к поставщику, договориться с ним об определенных условиях, для того, чтобы лучше с ним взаимодействовать, он давал лучше цены, условия, параметры и прочее. Соответственно, это обеспечение ценностей данных, история взаимодействия с поставщиками. Всегда хочется, особенно по малым закупкам, контролировать, что у кого, когда было куплено. Потому что все всегда считают, что покупка, а не закупка через процедуру, это коррупционно, это плохо, это неэффективно. На самом деле нет. Вот, этот рынок показывает совсем наоборот. Соответственно, если еще и отслеживать это все, а если еще посмотреть практику и опыт крупных коммерческих заказчиков, то можно вообще сказать, что вообще малые закупки – это эффективно. И, в принципе, рынок идет к покупкам, а не закупкам, и полностью ухода от любых тендерных процедур, конкурентных процедур и прочих вещей. Ну и, соответственно, необходим анализ деятельности поставщиков и управления эффективностью поставщиками. Такое тоже есть, есть разные подходы. Но я поговорю про немножко другой момент. Это аккредитацию, которая сейчас пользуется. То, чего нельзя, наверное, в рамках 44.2.2.3. Аккредитация, квалификация, ограничение конкуренции, или так называемая управляемая конкуренция, как зачем допускать всех. Соответственно, конструктор аккредитации, конструктор квалификации, допуски обязательные для участия и закупок, и участия в корпоративном магазине. Соответственно, потенциальный поставщик получает статусы «аккредитованный неприемлемый» для допуска во внутренние системы заказчика. Соответственно, сокращение сроков, преимущество вообще всей аккредитации – сокращение сроков и процедуры, и отбора поставщиков, снижение риска, автоматизация, отслеживание сроков аккредитации, отслеживание сроков действия каждого документа у поставщика. Соответственно, заказчик больше не следит за всем этим. А поставщику и система напоминает, а если поставщик не загрузил новый документ, система просто блокирует и говорит, дорогой поставщик, пока не обновишь пакет документов, никого мы тебя туда не пустим. Соответственно, это работа службы безопасности различной. Мы создали отдельные системы, скоринговые системы, скоринговые таблицы внутри нашей системы. Соответственно, компания-заказчик может совершенно спокойно работать при помощи этих инструментов. Есть автоматические ручные, система согласования и прочие вещи. Соответственно, точно так же это работа с ненадежными поставщиками, история взаимодействий, параметров, быстрое исключение, корпоративный стоп-лист, белые, черные списки поставщиков, то, чем активно пользуются коммерческие заказчики, особенно после определенных событий, когда поставщики что-то не смогли им поставить. Ну и, соответственно, после этого допуск через аккредитацию и квалификацию корпоративным магазинам. А в корпоративных магазинах, знаете, как искали серебро, нашли золото, как говорится. И в рамках корпоративных магазинов на самом деле заказчики просто выстроили такую систему, что хотели добиться одного автоматизации внутренних процессов, а добились совсем другого. И те эффекты, которые дали именно корпоративные магазины с нашим подходом, там немножко другим, не таким, как на всем остальном рынке, это, ну, то, что, наверное, для закупщиков плохо, это сокращение численности операционных закупщиков, но для бизнеса это хорошо. Это снижение закупок про запас на всякий случай. Почему? Потому что, ну, во-первых, то, о чем я сегодня говорил, это АТИФ у большинства компаний повысился там и именно в рамках корпоративных магазинов и прочих до там 95-96% это вау. Это раз. Второй момент. Срок поставки снизился на 93%. Почему? Потому что в рамках корпоративных магазинов мы выстроили полностью сеть как будто бы B2C магазинов и компании-поставщики стали работать как будто бы работают с частным конкретным лицом. Это сегодня заказ, завтра, послезавтра доставка, созвон, подтверждение и так далее. Но созвон подтверждения нет, все это идет через единую систему, единую электронную систему. Соответственно, отсутствие претензий заявителю качества закупаемых ТМЦ. Почему? Потому что в рамках корпоративных магазинов и отобранных поставщиков мы сделали еще одну интересную вещь. Мы убрали закупщиков из процесса покупки и процесс покупки по утвержденным ценам, условиям и так далее передали полностью заявителям. То есть получилось самообслуживание внутренних подразделений, контролируемое самообслуживание внутренних подразделений компаниями. Соответственно, претензии заявителю качества закупаемых ТМЦ к заказчику заявителей, к закупщику больше нет. Почему? Потому что сам заявитель это все берет. Быстрый поиск аналогов, потому что заявитель на месте лучше знает, что ему подойдет в качестве аналога на ту или иную продукцию. Уменьшение складских запасов невостребованных малоценных ТМЦ из-за доказанной оперативности закупок. Все перестали закупать прозапасы, все поняли, что зачем хранить запас малоценки, когда ее можно просто заказывать и завтра тебе ее привезут. Повышение персональной ответственности и осознанности заказчиков прямо на местах, потому что они покупают для себя. То есть они не дают это закупщику, который потом покупает, а потом закупщику все равно, в принципе, что он купит, главное, чтобы соответствовало требованиям, а потом человек на месте этим пользуется. Если отдать эту возможность человеку на месте принимать решение, понятно, что он будет более осознанно покупать, потому что покупает для собственных нужд. Во многих компаниях это разработка и внедрение бизнес-процессов по доставке поставщиками ТМЦ напрямую в цех, и плюс проработка сейчас у нас идет с постаматами и вендинговыми аппаратами подключения нашей системы. Соответственно, заказчику вообще не нужно. У него на территории стоит аппарат, в рамках которого ему нужно что-то купить. Он подошел, во внутренней системе заказал, ему сказали, у тебя есть в аппарате, подойди в аппарате, возьми по определенному коду. Он это забрал. Поставщик, соответственно, какой-то запас определенной малооценки хранит расходников, хранит где-то в вендиновых аппаратах. Ну, либо постаматы, когда доставка пришла, засунули в ящичек с другой стороны в рамках цеха, человек взял из этого ящика, ящичек забрал. Приемка происходит по пропуску человека. Соответственно, это полное упрощение процесса приемки товаров, документа оборота с поставщиками. Почему? Потому что все происходит. А в электронном виде, Б привязаны к корпоративной системе карточек и всего остального. Ну и возможность использования по ряду категорий, как уже сказал, вендиновых аппаратов. Вот. Все остальное не так уж важно. Это расширение пола ответственных поставщиков. Понятно, что после аккредитации допуска своих поставщиков, согласования с ним прайсов, привязки к своему корпоративному справочнику, во-первых, отслеживаем, что и как и где. Пол поставщиков постоянно можно актуализировать, новых поставщиков включать, новых поставщиков, достатарных поставщиков и исключать. Все зависит от качества работы поставщиков. Это снижение цены, повышение прозрачности малоценных закупок, прозрачности, потому что все отслеживается, цены, потому что поставщик, для того, чтобы просто попасть в круг отобранных поставщиков, у которых будут закупать без закупочной процедуры, готовы на входе уже дать цены намного лучше, чем даже в закупочных процедурах, как это оказалось. Исключение риска работы с небросовестными контрагентами, я думаю, понятно, потому что там работают только те, кого допустили. Ускорение процесса покупки и срока поставки. Реально процесс покупки длится в течение 10 минут, процесс поставки длится от 1 до 3 дней. Допустим, один из наших клиентов, который публично на наших проектах говорит, они поставили своим поставщикам срок поставки от 5 до 7 дней. Почему? Просто чтобы уменьшить логистику между заказчиком и поставщиком. Потому что поставщик приводил немножко консолидированно, а разница, что поставят завтра, либо поставят там через в течение 2-3 дней, в принципе, для цеха не имеет большого значения. Полностью минимизация трудовых ресурсов, исключение из процесса закупщика. У одной из крупных компаний, у которых закупок больше чем на 30 миллиардов рублей, у одной компании в одном магазине в своем, у них работает всего 2 закупщика и порядка 200 человек, руководителей цехов и так далее, которые стали просто-напросто заниматься собственным самообслуживанием. Ну, интеграция во внутренний ким заказчика. Преимущество? Внедрение быстрое, единый интерфейс для всех сотрудников, инструменты в виде конструкторов. Облачное решение, интеграция с корпоративными IT-системами. В принципе, работаем с металлургами, химиками, полунефтяниками, с другими компаниями, которые не хотят себя, с ритейлом. Некоторые компании не хотят себя называть. Почему? Потому что вот так. Так, Уральская сталь, металл-инвест, которые публично об этом говорят. В принципе, все. На этом, наверное, спасибо. Спасибо огромное. Вот у Екатерины есть вопрос. Дайте, пожалуйста, микрофон. Да. Раз, раз. Здравствуйте, еще раз. Значит, я заказчик, причем я такой токсичный заказчик. Расскажу опыт свой. Я на одном маркетплейсе лично купила, о продукцию компании, которая закрылась и ушла с нашего рынка, мебельную. Значит, и мне ее привезли. О, прекрасно совершенно. И поставили, и она оказалась бракованная. Я к чему? Вот вы, когда рассказываете про маркетплейсы, вы рассказываете все, когда случается все хорошо. И вам и качественную продукцию поставили, все замечательно. И это прям прекрасно. Но в жизни все бывает по-другому. И в жизни очень часто заказчик сталкивается с тем, что ему поставляют не то, что он хотел. Нет, ну, что-то там вот не идет, да, по техническому заданию. Соответственно, во всех этих маркетплейсах у меня один только вопрос. Как вы реализовали модуль претензионной работы, который требует все равно, как минимум, каких-то юридических знаний, и вот этот модуль возврата. И вообще реализован ли он? Или вы только рассматриваете на вот эту вот win-win стратегию, когда все хорошо? Спасибо. Смотрите, да, мы сделали, на самом деле, корпоративный магазин с полностью закрытым процессом. У нас есть возможность претензионной работы там же. Почему? Потому что, ну, понятно, что он у нас находился не в основном контуре, а отдельно. Почему? Потому что мы сначала закрыли, мы посмотрели, сколько у заказчиков есть каких проблем. И у него по процессам, основным процессам, примерно там 93-95%, ну, там примерно цифра у меня все время повторяется, у них идет все хорошо. А вот эти вот оставшиеся там 5-7% иногда бывает, когда плохо. Или поставили не вовремя, поставили не то, поставили там не так и так далее. Вот мы сначала закрыли весь контур для того, чтобы все шло хорошо, и оставили претензионную работу сначала на заказчике. А потом стали закрывать претензионную работу уже у нас в системе. Почему? Потому что у нас появился факт. Отслеживание, приемка, то есть мы сделали у себя полностью приемку. Возврат, оформление, частичную поставку и прочие вещи. Соответственно, все это можно учесть внутри системы. Все это прорабатывается поставщиками. Точно так же происходит возврат поставщику. Потому что когда, опять же, в рамках корпоративных магазинов, что удобно? Когда работаешь не с тысячей поставщиков, не с неизвестными для тебя поставщиками, а когда ты работаешь, допустим, у нас у заказчиков чаще всего 2-3 поставщика на каждую категорию товара. Соответственно, не больше. Поэтому поставщики очень часто приезжают все равно к заказчику. Поэтому когда круг поставщиков ограничен, и вот поставщик приехал поставить новую продукцию, и вот тут у нас уже система сделана так, что он может забрать то, что, в принципе, доставил не то, доставил не так, сделал не так. В рамках нашей же системы, соответственно, идет пометка, он забирает, привозит на следующую поставку. Соответственно, вот этот вот круг постоянно циркулирует. Но, как оказалось, есть еще один момент управления всем вот этим вот. Заказчик у нас один из заказчиков тоже оказался очень достаточно токсичным. И он поставщикам сказал, дорогие поставщики, когда вы находитесь в моем корпоративном магазине, у вас есть два предупреждения. А точнее одно. Первое предупреждение, если вы что-то сделали не так, мы вам это прощаем, и вы продолжаете работать. Второе предупреждение, исключение из корпоративного магазина. Знаете, как классно это действует на поставщиков? Они вообще перестают косячить. Они готовы делать все, что угодно, лишь бы не заниматься закупочными процедурами, больше нигде в них не участвовать. Для того, чтобы остаться вот в этом круге избранных поставщиков в рамках корпоративного магазина, это работает на ура. Поэтому IT в 95-96%. Все, заказчик исключил. У нас там есть несколько поставщиков крупных федеральных сетей, которые с определенными заказчиками теперь работать не могут. Вот они накосячили раз, накосячили два. Больше не работает. Им сказали, ребята, до встречи в следующем году. В следующем году, может быть, с вами встретимся, если вам повезет. А отбор или дополнительный отбор поставщиков происходит у нас у заказчика на один-два года. Как раз банк открытия тоже подтвердил у них выбор поставщиков на два года. Еще вопросы? Андрей Александрович, вопрос у меня. По поводу вот этих двух кейсов, которые вы привели, а в каком процентном соотношении или как вы решали вопрос с загрузкой каталогов и их обновлением? Там загружали поставщики или есть какие-то панчаут каталоги, как у Арибы сделаны? Или все это руками закупщиков грузится? Нет, все это грузится руками поставщиков. Все делают поставщики. Есть корпоративный справочник заказчика. Ну, допустим, с тем же самым металл инвестом мы делаем немножко по-другому. У нас есть корпоративный рубрикатор заказчика, потому что есть некие просто у некоторых заказчиков обобщенные позиции, потому что для заказчика там закупка канцелярии, либо любой продукции там до 50 тысяч рублей, они ее списывают на обобщенную позицию и сразу же списывают, потому что им даже это хранить не нужно. Поэтому они решили свой корпоративный номенклатурный справочник не использовать, а использовать больше рубрикатор. При заказе привязывать к обобщенной позиции и списывать сразу же. Это раз. загружается все руками поставщиков, потому что как только у поставщика допускаете в закрытый корпоративный магазин, у заказчика есть обязательное требование обновления корпоративного спрайса. Каждый, по-моему, у нас сейчас идет каждые 8 часов. То есть каждый поставщик должен обновлять. С некоторыми поставщиками есть практически в режиме онлайн, соответственно, это остатки на складах, остатки возможной поставки, по каким ценам поставки, потому что бывают разные. То есть это тоже все уже сделано. У нас каталоги пенч-аута мы сейчас идем. Российский рынок, большинство поставщиков не готовы, кроме крупных федеральных сетей, не готовы к пенч-аут каталогам. Почему? Потому что это затраты со стороны поставщика достаточно внушительные. IT-затраты. Есть некоторые региональные, так называемые, местечковые поставщики, которые на эту технологию просто никогда не приедут. Совершенно верно. А с поставщиками мы работаем очень просто. Они либо делают выгрузки и показывают место, откуда мы забираем их прайс, потом накладываем маску на этот прайс того же самого металл-инвеста, когда поставщик пришел в закупочную процедуру, дал условие, что вот он там по таким-то категориям снижается, на год попадает, допустим, в каталог того же самого металл-инвеста. Но когда мы берем его публичный прайс, мы накладываем маску скидок, соответственно, заказчик в своем интернет-магазине видит уже цену именно для него. Вот они для кого-то. И эта цена не публична. Спасибо за такой раз. Спасибо большое. Давайте двигаться дальше. Спасибо большое. И я хотел бы предоставить слово Михаилу Владимировичу Ларину, директору по организации закупочной деятельности о промышленной инновации госкорпорации «Росатом». Добрый день. Да, Михаил Ларин, директор по организации закупочной деятельности. Промышленная инновация – это компания-уполномочный орган по организации сопровождения закупочных процедур для предприятий топливной компании «Двелл» госкорпорации «Росатом». Электронные торговые площадки, интеграционное решение, инструмент помощи закупщику в сокращении сроков проведения закупочных процедур. Наверное, так я сегодня мог продолжить название сегодняшнего моего выступления. Длинные сроки проведения закупок – это то, что мы, закупщики, постоянно слышим от наших заказчиков. И это одна из наших главных задач, о которой мы думаем постоянно. Мы с вами работаем в закупках давно и помним еще те времена, когда заказчики привозили нам к заявке участников о выпечатанных конвертах. Потом им разрешили прикладывать к этим конвертам флешки и CD-диски. Потом появились электронные торговые площадки. И первое время нам приходилось размещать закупочную документацию вручную. У нас для этого был целый тендерный отдел. Задача, которая входила – получать от закупщика документацию, проставлять корректные даты проведения закупок, рассмотрение заявок, подведение итогов, отслеживать поступившие вопросы от потенциальных участников. После появления интеграционных решений все эти процессы упростились. Мы исключили из цепочки проведения закупок тендерный отдел. Теперь размещение процедуры скачивания заявок участников СТП в нашей мастер-системе стало происходить быстрее. Путем нажатия нескольких кнопок протокол стал реформироваться автоматически. И в первую очередь это повлияло на сокращение сроков проведения закупочных процедур. Ой, я прошу прощения. Да. Мы пошли дальше. И при помощи программных методов и цифровых сервисов заменяем рутинные системные операции, которые выполняет человек, на программных роботов, выполняющие за закупщика, например, этап размещения мониторинга цен на ЭТП. Или системы искусственного интеллекта, которые по заданным правилам предпроверяют проекты технических заданий перед направлением их на круг согласования среди ответственных лиц. Этот комплекс мероприятий позволил нам сократить сроки подготовки и проведения конкурентных закупочных процедур на 50% без потери качества, что тоже очень важно. Сегодня в связи с сложившейся ситуацией для своевременного обеспечения производства сроки проведения процедур стали играть еще более важную роль. Нам рекомендуют проводить закупки, в том числе на новых, пока не знакомых нам ЭТП. И вот тут возникают некоторые сложности. И в первую очередь из-за отсутствия интеграции закупщику приходится на ручной ввод информации в различные системы, возникает риск допустить ошибку, что повлечет за собой жалобы участников и как следствие увеличение сроков проведения процедур. Иногда нам проще провести закупку в бумажном виде, чем проводить ее на ЭТП. Прошу прощения. В связи с этим мы сформировали несколько предложений, которые бы, на наш взгляд, улучшили процесс взаимодействия между организаторами торгов и заказчиками и новых ЭТП, которым стучатся организаторы закупочных процедур. Прошу прощения. Учитывать особенности заказчиков торгов и применяемые ими цифровые решения, создание единообразного интерфейса ЭТП, назначать ответственного куратора со стороны ЭТП, закрепленного заказчиком и организатором торгов, и предусмотреть возможность направления экстренных обращений на ЭТП с минимальным сроком решения данных обращений. Спасибо. У меня все. Спасибо огромное. Коллеги, есть ли вопросы? Да, есть вопросы. Вот, есть вопросы. Спасибо. Дайте, пожалуйста, микрофон. Да, было очень интересно. Представьтесь, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Меня зовут Максим Пустухов, компания Contour, сервис проверки контрагентов, Светофор. Вот есть такой вопрос. У вас ERPA внедрено, да, через роботов, которые вы там прокачиваете, обработку заявок. А скажите, как у вас в целом организуется процесс проверки контрагентов? Или у вас тоже там ограниченное количество, которые вы там знаете, больше никого не пускаете туда? Или у вас все-таки сервис проверки проходит? Например, есть какой-то поставщик, у которого есть какие-то арбитражные дела, но появились они, например, неделю назад, а до этого у вас там ваш комплайнс провел проверку и кажется все нормально. Как вы с этим работаете? В госкорпорации Росатом есть единый отраслевой стандарт закупок. Есть закупочные процедуры открытые, есть закрытые. На открытые процедуры на электронной торговой площадке может заявиться любой поставщик, который соответствует требованиям. Требования прописываются специальные, например, обладать специальной правоспособностью на выполнение тех или иных работ или оказания услуг или поставки оборудования. Соответственно, если этот участник этим требованиям соответствует, он допускается до участия в торговах. Если он не соответствует, он отсекается и по каким-то причинам не допускается до участия в дальнейшем торговах. У нас есть специалисты юридической службы, финансовой службы, технического отдела, которые в каждой своей зоне ответственности проверяют эти заявки на требования единого отраслевого стандарта. Ну, мы сейчас, я отметил свое выступление про программных роботов, которые мы применяем в наших закупках. И один из них это рассмотрение заявок участников по заданным определенным правилам при помощи системы искусственного интеллекта. Да, вопрос у Сергея Чекулаева. Мы просто что с Михаилом хотели сказать. Вчера нам сказали идите в ВСТ ГОС. Ну, там позавчера. Мы побежали туда срочно. На прошлом нашей конференции я сказал, что вообще, ну, по моему мнению, ЭТП умрут. Ну, я не вижу смысла в этом сервисе. Я вот, если смотреть на Европу, там, Америку, нигде нет такого сервиса. А тут у нас почему-то такой, как бы, извращенный сервис существует. Но теперь вот, вот реально сработал такой развод, когда отними у человека все, верни ему половину, и он будет счастлив просто вот это до смерти. Потому что, когда нам сказали идите на ЭТП ГОС, у нас нет ничего с ними, никакой интеграции вообще, регистрироваться месяц. Вот. И мы поняли, господи, АСТ, B2B, Russell Thor, спасибо вам. Вы, как бы, столько нам сил сэкономили, и столько времени сэкономили за это время. Ну, то есть, вот мы, конечно, как туда побредем. Очень надеемся вас тоже увидеть в перечне разрешенных площадок со временем. вот, вот, как бы, ну, вот, пока что мы немножко в шоке пребываем от всего происходящего. Что имеем, нехороним, а потеряем шиплать. Добрый день, у меня два вопроса маленьких, простите, а я правильно понимаю, что вы спецорг Твелла? Да, 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 да. Следующий вопрос. Все, вопросов больше не имею. Второй вопрос у меня такой. Скажите, пожалуйста, а вот эти вот роботы, искусственный интеллект, машинное зрение, машинное чтение, вы их сами разработали, или вы, как и у РЖД, взяли их на базе Сколково там в реестре? Нет, у нас, помимо службы, которая занимается организацией проведением закупочных процедур в компании, еще есть большой блок IT-специалистов, как раз, которые занимаются поддержкой нашей ERP-системы и ее развитием. В том числе, вот мы сейчас набрали дополнительных людей в IT-сфере, которые занимаются организацией и разработкой вот этих вот программных роботов на наших ERP-системах. Они, эти программные роботы, могут работать только на вашей ERP-системе? Или вы хотите ее коммерциализировать и начать продажу? Нет, конечно же, они работают на любой ERP-системе, откуда мы можем эту информацию вытащить. Если кому интересно на них кто хочет посмотреть, приходите, мы все покажем. Программный продукт, конечно, робин, то есть это не наш продукт. Да, но на нем роботов, сами скрипты, пишем мы на роботе. мы платим, но если вам интересно, я могу небольшие деньги. Ну, там стоимость лицензионной, да, лицензионной за робота и там какие-то копейки за его использование. Но скрипты пишем сами. И то же самое с искусственным интеллектом, конечно, представьте себе, что уполномочный орган будет сейчас делать искусственный интеллект, это трудно. И там Яндекс не тянет. Да, но мы все время шутим. Сейчас закупщиков сократят, а айтишников прибавят у нас. Те, кто будет отслуживать этих программных роботов и искусственного интеллекта. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, коллеги. Спасибо. Я хотел передать слово нашему последнему докладчику в этой секции Дмитрию Максименко, менеджеру проекта удостоверяющего центра СКБ «Контур». Пожалуйста, Дмитрий. Коллеги, добрый день. Я таймер поставлю. Обещаю быть кратким. Буду интересным. Крайне сложно конкурировать с обедом, но тем не менее я постараюсь. Значит, Максименко, Дмитрий, это я. Глупо было бы это скрывать. Значит, сегодня мы о чем поговорим? Мы поговорим о том рынке, о рынке закупок и посмотрим на взгляд со стороны некоторых третий. То есть, мы не заказчик, мы не поставщик, мы не электронная торговая площадка, но у нас есть свой взгляд. Почему, сейчас расскажу. Давайте немножечко о магии цифр поговорим. Значит, все цифры можно увидеть. Мы разработчик сервиса для бизнеса. В этом году нам 35 лет. Значит, хочется, конечно, вот магию цифр продолжить и сказать большое спасибо организаторам. Мы на 10-й юбилейной конференции, что тоже немаловажно. В арсенале наших продуктов более 70, их более 70, значит, мы выделяем сегмент торги. Сегмент торги это инструменты для поставщика. О чем хочется изначально поговорить? Хочется, наверное, посмотреть на динамику юридических лиц в стране, потому что, если мы потеряем все юрлицы в стране, то, наверное, никаких ни заказчиков, ни поставщиков не будет. Вот год назад, практически 23 марта, мы смотрели, динамика была такова, там на 23 марта прошлого года мы смотрели, видели 6,9 миллионов юридических лиц. На сегодняшний момент цифра перевалила за 7 миллионов хозяйствующих субъектов, тренд, который был с 2019 года индивидуальных предпринимателей в стране у нас больше, чем юридических лиц. Это тоже немаловажный фактор, и дальше вы вспомните еще этот факт. Тем не менее, что же все-таки про поставщиков. Здесь есть, наверное, два самых главных тезиса. Тезис номер один. Хочется поделиться нашей оценкой рынка поставщиков, как мы это делаем. Ну, конечно же, магия, мы все-таки разработчики экосистемы. Значит, мы черпаем из нескольких основных источников, это, естественно, регистрация на ИС, это информация из ЕРУС, это информация из протоколов закупок. Что можно сказать на текущий момент по этому году, по 22-му году уже, который прошел, о том, что ситуация по поставщикам немного выправилась, то есть там на текущий момент что-то порядка 486 тысяч поставщиков, но здесь немаловажно посмотреть на второй факт. Вот второй факт, это так называемая неизвестная емкость. Что такое неизвестная емкость? Вот я только что сказал про методику, мы посмотрели, увидели, что организация хоть раз, хоть где-то, хоть там в реестре заказчиков, хоть где-то контракт выигрывала. Появляются те люди, которые покупают у нас сервисы, но которых мы не видим на рынке торгов. В прошлом году мы показывали тезис о том, что мы достоверно знаем 25% поставщиков примерно, которые приобретают у нас те или иные инфраструктурные вещи для торгов, они совершенно не доходят до торгов. Почему? Есть разные причины, сложно, они увидели свои закупки и так далее. Причин может быть масса. Мы что еще сюда добавляем? Мы добавляем, конечно, сокрытие данных по 223 закону, тут тоже не секрет. Основной тезис, наверное, какой? Мы умеем с ними работать, и мы хотим их приводить, хотим делать больше заказчиков. Наверное, такой сильный тезис я сделаю, вернее, сильное ударение на этот факт, на этот тезис я сделаю в конце. Что хочется сказать? Вот сегодня тоже говорили, что рынок закупок он крайне сложный. Конечно, мы, как удостоверяющий центр, не могли бы сказать о очень сложном этапе, который был пройден в 2022 году, когда все руководители получали подписи в новом удостоверяющем центре, удостоверяющем центре ФНС и доверенных удостоверяющих центров. Тем не менее, краткая информация по количеству квалифицированных электронных подписей вы можете видеть на экране. Эта цифра порядка в 12 миллионов, 12,1 миллиона, 88 процентов было выдано первой десяткой. Мы входим в пятерку этих удостоверяющих центров. тренд здесь в том, что будет увеличиваться количество сертификатов физических лиц. Да, в прошлом году мы говорили про МЧД, мы сегодня про это тоже обязательно поговорим. Но все-таки у нас, вот я говорил, с одной стороны у нас много продуктов, есть сегмент торги конкретно, про цифровые тренды, которые мы видим. Безусловно, если мы говорим про пандемийный год, 2020, это бум для электронного документа оборота, я думаю, здесь сложно кому-то будет поспорить. Если мы говорим про 2022 год, конкретно, например, для нашей компании, как для разработчика отечественного программного обеспечения, это год, естественно, импортозамещения различных продуктов, видеоконференц-связи, например, у нас есть такой продукт OnTourTalk. Но конкретно, если говорить ближе к торгам, вот мы говорим, да, электронная подпись, инфраструктура торгов базовая. Тут, наверное, сложно отрицать это. Мы в прошлом году уже об этом говорили, но в 2022 мы что увидели? Что все становится сложнее, да, компании себя защищают от DDoS-атак, конкретно, на рабочее место пользователя. Установи VPN, установи какие-то еще программы, которые нужно, чтобы работал, да. Помимо этого, для электронной подписи установи CryptoPro, ну и дальше по списку. Потом мы приходим на ЭТП, и каждый ЭТП еще говорит, установи вот это, установи такой плагин, установи такую утилиту. Краткая статистика, буквально вот два сервиса, это действительно стало неожиданностью. У нас есть один сервис, который называется Диагностика, естественно, выполняет он основную задачу, это предустановка, автоматическая установка без участия пользователя заранее заданных параметров, то есть он может установить как все компоненты электронной подписи, например, те требования, которые предъявляет электронная торговая площадка, так, в принципе, в сценариях она может выполнять, например, установку любого ПО, которое применяется в той или иной организации. Это может быть там хоть бухгалтерское ПО, хоть что угодно. Ну и здесь же, вкупе с этим, соответственно, я показал, есть у нас наша разработка, которая тоже, она прям выстрелила в 2022 году, это контур-доступ, аналог TeamViewer, и краткая сухая статистика, 1,1 миллиона пользователей уникальных воспользовались в 2022 году данными компонентами. Это пользователи не наши, это немаловажно для нас, и я еще раз говорю, это довольно интересный факт. Вот. Тем не менее, вот у меня остается немного, я время засекаю, вы не переживайте, обед никуда не денется. Значит, МЧД. В прошлом году мы стояли ровно здесь же, да, и, казалось бы, как сказки Пети и Волки, мы говорили МЧД, МЧД. 23 марта, если мы вспомним, отмотаем назад в прошлый год, машиночитаем о доверенности. 1 марта у нас наступил срок, срок, когда у нас пошел переходный период. Ну, конечно же, 23 марта мы мало могли что сказать о том, что это за звери МЧД, что имеем на текущий момент. В текущий момент мы знаем, достоверно, что МЧД, машиночитаемая доверенность или электронная доверенность, она действует в трех направлениях. То есть, первое, это направление отчетности, там, конкретно ФНС, ФСС, также она действует в электронном документообороте. Здесь есть краткая, сухая статистика по, от ФНС на текущий момент, наверное, больше все-таки, да, а что это несет для торгов, да, и конкретно, как с этим жить. Ну, во-первых, есть хорошие новости, с одной стороны, да, потому что в конце прошлого года обязательность использования МЧД перенесли на 1 сентября текущего года, но, я вам хочу сказать, времени осталось немного, что на текущий момент есть в торгах. Во-первых, мы собрали уже ряд площадок и работаем над тем, чтобы, ну, как-то уже начать применять его. Почему? Почему это сейчас актуально? Вот я говорил, помните, на одном из первых слайдов о том, что у нас там большое количество индивидуальных предпринимателей, идет тренд. Вот, например, у юридического лица есть сертификация трудника, да, а у ИП нету, ИП засыпают нас в вопрос, и мы, ИП тоже хотят, соответственно, участвовать там в электронных торгах. Помимо этого, есть ряд, конечно, других проблем, которые без участия профессионального сообщества, без участия электронных торговых площадок, без участия заказчиков, без участия поставщиков, мы не можем решить. И, наверное, самое на злобу дня, да, сейчас у нас даже то, что действует, отчетность ФНС, отчетность ФСС и B2B формат, который поддерживается в ИДО, это три разных формата. У нас где-то порядка, ну, наверное, сотни можно разных информационных систем насчитать, в законодательстве прописано, что, как бы, ну, вот, есть разные форматы. То есть, это чем грозит? Это грозит каким-то таким зоопарком доверенности. Давайте просто немножечко на рынок торгов это накинем. Ну, во-первых, представим, что организация, она одновременно может быть и поставщиком, и заказчиком, да, во-вторых, представим, что она может участвовать на нескольких электронных площадках, ну, так скажем, больше трех, да, вот, и, да, да, я уже закругляюсь, что одному человеку нужно будет получать огромное количество доверенностей, да, а другому человеку, который является руководителем, да, или, соответственно, доверенным лицом в компании, это нужно будет все подписывать. Вот, поэтому вопрос открытый. Ну, и, собственно говоря, давайте тогда буду закругляться в call to action. Наверное, первый самый тезис, который хочется сказать, да, с чего я начинал доклад. Мы работаем на одном рынке, мы не являемся конкурентами, мы хотим создавать синергию, предлагаем вместе, первое, поработать над той самой неизвестной емкостью, которую я говорил, что поможет сгенерировать новое количество поставщиков, привести их на рынок ЭТП, да, то есть привести к заказчику, приглашаем электронные торговые площадки вместе подумать над этим вопросом. Второй момент, давайте все-таки будем делать торги доступнее хотя бы в базовой инфраструктуре, мы готовы предоставлять эти инструменты и уже их предоставляем некоторому количеству рынка, приглашаем ЭТП присоединиться к этому направлению. Ну и, соответственно, два последних, самых главных момента, посыл к ЭТП, пожалуйста, приходите в рабочую группу, давайте подумаем, давайте, наконец, уже сделаем какие-то правила по МЧД, какой-то формат, ну, про формат понятно, да, я все-таки здесь больше про классификатор полномочий. И последнее, призыв, наверное, к поставщикам, к заказчикам, давайте обсуждать то, как используется доверенность сейчас и давайте строить жизненные сценарии. У меня все. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, коллеги, да, теперь огромное спасибо за интересные доклады и содержательные вопросы. У нас сейчас будет перерыв на обед, где-то через час встретимся, нам предстоит еще масса всего интересного и у нас еще содержательная программа впереди, поэтому, пожалуйста, никуда не уходите, мы вас очень ждем через час. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.